Тема нашего урока — роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. В прошлом видеоуроке мы с вами познакомились с железами внешней, внутренней и смешанной секреции. Рассмотрели их строение и узнали основные функции, которые они осуществляют в организме человека. На протяжении многих уроков мы упоминали о гормонах, однако рассматривали их только поверхностно. В данном уроке мы с вами познакомимся с гормонами, которые выделяют железы внутренней и смешанной секреции. Узнаем их строение и основные роли. Для начала вспомним, что такое гормон. Мы с вами говорили, что гормоны — это специальные химические посредники, которые регулируют работу организма и стимулируют определенные клетки. Сейчас вы уже знаете, что гормоны выделяются железами смешанной и внутренней секреции в кровь. То, что они регулируют не только работу клеток, но и целых органов. То есть гормоны — это биологически активные вещества, которые вырабатываются в специальных клетках желез, а затем поступают в кровь и оказывают регулирующее влияние на органы и системы организма. Термин «гормон» в переводе с греческого означает «привожу в движение», «побуждаю». Давайте подробнее рассмотрим механизм их действия. Итак, железа вырабатывает необходимый нам гормон. Он поступает в кровь, а затем направляется к клетке-мишени, с которой он взаимодействует при помощи рецептора и соединяется с ней. Каждому гормону соответствуют определенные рецепторы, которые находятся в конкретных органах и тканях. Затем гормон посылает клетке сигнал, который заставляет изменять ее работу. В результате обмен веществ и физиологические функции клетки изменяются. Для того, чтобы представить, что такое гормон, необходимо знать его строение. По химическому строению гормоны подразделяют на три группы. Гормоны, которые представляют собой производные аминокислот, стероидные и пептидные, то есть белковые гормоны. Итак, давайте перейдем к изучению основных гормонов желез внутренней секреции. Первыми мы рассмотрим гормоны, которые вырабатываются гипофизом, железой головного мозга. Хотелось бы отметить, что передняя доля гипофиза вырабатывает тропные гормоны, которые регулируют деятельность других желез внутренней секреции. Например, териотропный гормон регулирует работу щитовидной железы. Гонадотропный гормон – работу половых желез. Адренокортикотропный гормон – деятельность коры надпочечников. Также гипофизом вырабатывается соматотропин – гормон роста. Он усиливает синтез белков, рост и деление клеток. При недостатке соматотропина происходит замедление роста. Развивается карликовость. Однако пропорции тела не нарушаются. Повышенное содержание этого гормона в организме приводит к усилению роста и развитию гигантизма. Самый высокий рост человека был зарегистрирован в 1918 году. Его обладателем считался Роберт Першинг Уодлоу, житель Манисти, штат Мичиган. Его рост составлял 2 метра 72 сантиметра. Роберт страдал опухолью гипофиза и умер в возрасте 20 лет. Задняя доля гипофиза вырабатывает гормон вазопрессин. Он вызывает сужение сосудов, повышение кровяного давления. Однако самая главная функция вазопрессина – это регуляция обратного всасывания воды. Таким образом, гормон снижает объем выделяемой мочи. Считается, что вазопрессин участвует в процессах обучения и памяти. Еще один гормон, который мы с вами рассмотрим – мелатонин, гормон ночи. Это удивительное вещество производится эпифизом только в темное время суток. Он регулирует биологические ритмы организма, суточные биоритмы сон-бодрствования, продолжительность и смену фаз сна. С возрастом активность эпифиза снижается, поэтому синтез мелатонина уменьшается. В таком случае у людей появляется бессонница. Мелатонин способствует ее устранению. Во время спокойного глубокого сна в организме улучшается работа всех внутренних органов и систем. Расслабляются мышцы, отдыхает нервная система. Мозг успевает обработать накопленную за день информацию. В итоге человек чувствует себя бодрым и здоровым. Также мелатонин регулирует сезонные биоритмы. Например, у животных зимняя спячка, сезонные перелеты, миграции и линька происходят с участием эпифиза. А у человека с уменьшением светового дня синтез мелатонина увеличивается, поэтому зимой чаще хочется спать. Также эпифизом вырабатывается всеми известный гормон счастья серотонин. Он образуется при обязательном участии солнечного света. Под его действием человек чувствует душевный подъем, эйфорию и радость. При недостатке серотонина повышается болевая чувствительность организма, снижается настроение и наступает депрессия. Повысить уровень серотонина можно при помощи продуктов питания. Например, употребляя сложные углеводы, которые содержатся в бобовых культурах, хлебе из цельного зерна, сладком картофеле. А также в продуктах, которые содержат полезные жиры, омега-3 жирные кислоты. Они содержатся в орехах, рыбе и растительных маслах, горьком шоколаде. Не забывайте, что в молочном шоколаде гораздо меньше какао, чем в темном. А ведь именно какао производит серотонин. Избегайте продукты с кофеином, особенно энергетические напитки. Потому как кофеин уменьшает выработку серотонина. Еще один важный гормон организма — тироксин. Он вырабатывается клетками щитовидной железы в результате присоединения йода. Основная функция этого гормона заключается в запуске обменных процессов организма. Таким образом, он влияет на обмен веществ, усиливает производство тепла организмом, тем самым повышая температуру тела. Недостаток тироксина в организме вызывает кретинизм. А избыток ведет к базедовой болезни, которая проявляется увеличением щитовидной железы и пучеглазием. Также больному свойственна раздражительность, повышение аппетита и потеря веса. Секреторные клетки паращитовидных желез синтезируют парадгормон, которые, как мы уже упоминали в прошлом уроке, поддерживают постоянство ионов кальция в крови. Таким образом, контролируют уровень кальция. В организме человека содержится примерно 1 килограмм кальция, из которого 99% находится в костях, а приблизительно 1% кальция в мягких тканях и во внеклеточном пространстве. Каждый год происходит частичное обновление костей в организме взрослого человека. Роль кальция в организме очень велика, поэтому необходимо пополнять его запасы, употребляя необходимые продукты питания. Лучше всего кальций усваивается вместе с витаминами D, C, B, а также в присутствии фосфора. Еще один гормон, который мы рассмотрим, это адреналин. Он вырабатывается клетками мозгового вещества надпочечников. Гормон повышает артериальное давление, усиливает и учащает сердечное сокращение. Повышается уровень глюкозы в крови, уровень бодрствования, психическая активность, ощущение тревоги и беспокойства. На выработку адреналина влияют как физические, так и психические факторы. К физическим относят жару, холод, травмы, ожоги. К психическим – стресс, тревогу, шок и страх. Таким образом, адреналин помогает быстро среагировать на опасность и переключить организм на особый режим, включая в работу мощный механизм защиты. Адреналин действует на мозг, способствует принятию того или иного решения. Поэтому адреналин называют гормоном «бей или беги». Он помогает организму принимать решения, ввязываться в опасную ситуацию или спасаться бегством. Мозг воспринимает сигнал и выбирает, бороться или бежать, а затем незамедлительно готовит организм к определенному действию. Многим нравится состояние, которое появляется во время выброса адреналина в кровь. К таким людям относят скалолазов, гонщиков, парашютистов, азартных игроков. Однако адреналин воздействует на организм не более пяти минут. Затем запускаются механизмы для его подавления. Стоит отметить, что длительное отсутствие выброса адреналина может спровоцировать развитие депрессии. Итак, мы с вами рассмотрели гормоны, которые вырабатываются железами внутренней секреции. Перейдем к гормонам, которые вырабатываются железами смешанной секреции. К ним относят половые железы. Семенники у мужчин, которые вырабатывают гормон андроген. Основным является тестостерон. Он формирует половую систему по мужскому типу, а также вторичные половые признаки. У женщин, как вы знаете, к половым железам относят яичники. Они выделяют в кровь гормоны эстрогены, наиболее важным из которых является эстрадиол. Эстрогены отвечают за выработку специальных клеток, которые формируют вторичные половые признаки. Также железами вырабатываются гормоны прогестины, самый важный из которых прогестерон. У беременной женщины он отвечает за подготовку матки к беременности и молочной железы к лактации. Поджелудочная железа выделяет гормон инсулин. Он участвует во всех видах обмена веществ. Однако самая важная роль отводится именно обмену углеводов. За счет инсулина уровень глюкозы в крови постоянный. Он повышает проницаемость клеточных мембран, что позволяет глюкозе проникать внутрь клетки. Таким образом, глюкоза и простые углеводы всасываются в тонком кишечнике, попадают в кровь и направляются в печень. Там они превращаются в гликоген и другие соединения, которые распределяются между клетками тела. Гликоген является энергетическим резервом, который может быстро восполнить внезапный недостаток глюкозы в крови. При недостатке гормона инсулина возникает тяжелое заболевание сахарный диабет, при котором избыточная глюкоза накапливается в крови. Следующая железа смешанной секреции — тимус. Ее клетки вырабатывают гормоны, влияющие на выработку лимфоцитов, которые затем направляются в лимфатические узлы и распознают вредные вещества для организма. Итак, мы с вами рассмотрели основные гормоны желез внутренней секреции. Гипофизом выделяются гормоны Соматотропин — гормон роста, который регулирует рост организма. Вазопрессин — стимулирует обратное всасывание воды. А также тропные гормоны, которые регулируют работу других желез. Эпифизом выделяются гормоны Мелатонин — гормон ночи, который регулирует биологические ритмы. А также серотонин — гормон счастья, который отвечает за эмоциональную стабильность. Щитовидная железа выделяет тироксин, который влияет на обменные процессы организма. Парощитовидные железы или околощитовидные железы выделяют паратгормон, который контролирует уровень кальция в организме. Надпочечники выделяют адреналин, который помогает организму справиться со стрессом. А также рассмотрели основные гормоны желез смешанной секреции. Половые железы, семенники, выделяют гормон тестостерон, который ответственен за проявление вторичных половых признаков мужского организма. Яичники вырабатывают гормоны. Эстрадиол, который формирует вторичные половые признаки. Прогестерон отвечает за подготовку матки к беременности и молочной железы к лактации. Поджелудочная железа вырабатывает инсулин, гормон, который участвует в обмене углеводов. Вилочковая железа, тимус, выделяет гормоны, которые отвечают за выработку лимфоцитов. Теперь вы понимаете, какова роль гормонов в организме человека. Они необходимы для его нормального развития и функционирования. Помните, любое нарушение работы тех или иных желез может привести к серьезным заболеваниям. Поэтому регулярно посещайте врача-эндокринолога и проверяйте гормональный уровень.